Юрий Бережко, Марлон Связующий, Диагонали Ян Штокар, Кривец, Андрей Ащев, Либера Артём Зеленков, Валерий Комаров. Двое Либера заявлено на сегодняшний матч, как и в принципе предыдущий и наверное последующий. Артём Зеленков занял позицию основного Либера, поскольку травма Валерия Комарова не дала ему закрепиться в статусе основного защитника. Бьорн Андре, немецкий доигровщик, начинает с подачи у Кузбасса. Второй доигровщик, шестой номер Игорь Юдин в центре. Двенадцатый номер Михаил Щербаков, второго центрального пока нет, поскольку Либера команды Кузбасса занял позицию. Макаров в пасу, Евгений Галатов Либера и еще один Дмитрий Ковыряев, пока в зоне разминки. Ошибается Андре, Кривец. Избитый прием, но подача на вылет. Второе, что зарабатывают краснодарские волейболисты. Ну, пока без усилий в атаке, поскольку Андре ошибся на подаче и Кривец вывел свою команду вперед. Качественность своей подачи. Еще одна достойная, Бурцев. А, нет, прошу прощения, Юдин там в защите играл. Ну, против Марлона запросто разбирается этот доигровщик. Один-два. Наверное, Макаров очень опытный волейболист. Будет пасовать четвертую зону при расстановке, когда Марлон по первой линии. Оценил здоровую ситуацию. Ну, вот по ходу чемпионата удалось нам встретиться на выезде с кемеровской командой. Тогда одержали им победу со счетом 3-1 на выезде. Что, собственно, дает какую-то уверенность для государских волейболистов. И в невыигрышной ситуации напротив становится уже Кузбасс. Поскольку начинать приходится в гостях. Будет доигровка. Хотя нет, уже в третьем касании матчей. Касание антенны ощущение было. Нет, тут судья не реагирует. Штокар. Ну, можно было. Ну, такие ошибки, конечно... Наверное, от настроя еще все зависит. Хочется понадежнее сыграть. Пролетел мимо мяча. Штокар. Ну, побоялся сделать касание. Уповая ошибка была бы. Ошибается Нильсен. 4-2. Бережко отправляется подавать государских волейболистов. Посмотрим, будет ли он силовую заряжать подачу. Вариативно он действует. И планер есть в его арсенале. И силовая, и силовая. Притом, при всем, если полетит у Бережко, то затруднит, конечно, принимающим работу. Вот рискует Макаров и радуется. Заводит он своих партнеров. Как вы видите, на мягкий, на мягкий, на мягкий, на слева. Костюм, Порошин атаково. Вот и второй центральный. Нападающий появился. у кузбасса бережко штокар на одиночном блоке остался практически успел хорошим разводил уже широко руки в принципе если попал бы где-то ниже ладони куда угодил сейчас мяч что запросто было результативное блокирование у кузбасса 53 ащик подает есть преимущество краснодара держать собственно свой прием остается приеме четверку снова так а приходится еще одна будет игровка нильсон на двойном блоке смягчает блок будет еще одна атака у краснодара снова достается штокру и он обеспечивает уже трехочковое преимущество до краснодарских волейболистов ну можно отвлечься наверно пока на старте с этой поговорить о женском волейболе вчера краснодарский клуб проиграл со счетом 3-0 тем самым опустился на третью строчку на четвертую прошу прощения в турнирной таблице и в раунде плей-о встречаться встретиться уже с уралочкой но при победе краснодарского клуба краснодарских волейболистов то следующая встреча будет наверное скорее всего динамо-казань уже заговариваются динамо хотелось бы наверно уже объединить два клуба и не путаться в их названиях хотя в женском волейболе ну конечно единоличный лидер казанские волейболистки хотя все может еще и произойти помнится как раз наверно не забуду я игру краснодара и искры где сергей макаров тоже участвовал в той игре был связующим одинцовского клуба команда была на лидирующих позициях только-только появился в суперлиге 85 первый технический перерыв впереди краснодар впереди на три очка сделали себе достаточно хорошее преимущество нужно сейчас не допустить своих ошибок при любых раскладах оба клуба готовы на борьбу настрой я думаю что сумасшедшие у той и другой команды кузбассу понятное дело хочется выйти дальше по и краснодару в том числе ну вот штатные изменения произошли у кузбасса на старте чемпионата были такие игрок мегапед и тренер мегапед покинули расположение этого клуба эрвин мегапед играет сейчас моды на итальянском ну вот его отец который занимал позицию главного тренера аккаунт информации нет и что касается константина ушакова в прошлом сезоне выступал он за кузбасс закончил он как раз таки карьеру в этом клубе ныне вторым тренером является у женской команды краснодарского динамо еще одна доигровка привет здорово аут подсказали ну и зеленко в принципе тоже оценивал ситуацию просто провожал как вот этот подскок 9 5 ошибается калинин хавьер вебер главный тренер краснодарского динамо и денис матусевич кемеровского кузбасса андре ошибается на подаче александра кревеца с первых очков получилось некое преимущество краснодарских волейболистов и снова александр кревец на подаче сосредоточена выглядит он нильсон и снова смягчают андре и сам же ошибается и стали выпрыгивать не давая возможности отыгрываться от рук нападающего сейчас краснодарский блокирующий берет матусевич вынужденный перерыв 5 очков уже примешь преимущество краснодарского динамо но вот кузбасс может принципе перегореть пока достойней выглядят хозяева сегодняшней площадке ну что ж пока есть пауза можно наверно посмотреть на то как проходят остальные игры губерния у гаспрома выигрывается счетом 26 24 в первой партии и еще один у нас матч московская динамо с приками счет 1 0 25 22 новосибирск с факелом я уже озвучил счет новосибирск наиграл за счетом 3 2 вот четвертая пара краснодарску с басом и и снова доигровка у краснодара штоккор здорово там конечно в защите играет макаров и касание сетки уюдино фиксирует арбитр и 126 макаров пытается разговаривать судьей и снова кривец андре хороший прием нильсон конечно сумасшедший отскок и сумасшедший силы было сейчас удар мяч даже попадает перекрытие дворца спорта желтую карточку судя по всему выбросили кемеровский волейболисты да так и есть главному тренеру судя по всему записывают горчичник 712 михаил щербаков на подачу кузбасса сейчас нужно внести протокол нарушения а именно горчичник калинин сбитый прием успел марман до него добежать бережко сам же бережко будет атаковать вот пользуется моментом реагирует молниеносно нильсон попытался поставить там блок конечно ждал что будет юрий бережко сейчас отыгрываться от рук блокирующих убрал вот на повторе как раз видно а юра бережко просто напросто защищенную зону площадки отправляет этот мяч выигрывать тем самым мальчиком андрей отличный прием сам же в атаке сейчас развел макаров блокирующий краснодарского динамо андрей ащенко живопы будет ли в этом году заявлен он воронковым подбором посмотрим нильсон зеленков справляется с приемом бережко из второй зоны нильсон защите юдин снова смягчает блок штокер из четвертой зоны и снова юдин ошибается не было касания блока 14 8 бережко будет подавать у краснодарского динамо юдин в приеме нильсон и снова доигровка у краснодара калинин дотянулся блокирующие уже слетали сергей макаров там попытался поставить блок 15 8 ну что ж ко второму технику перерыву краснодарские волейболисты подбираются с более чем уверенным отрывом хорошим качественным преимуществом вот даже можно видеть как некомандная игра проходит сейчас у кузбасса казалось бы сергей макаров должен сейчас идти пасовать этот мяч не принимали решение вдвоем андрей макаров друг друга уступая возможность вторым касанием выполнять передачу и как следствие ошибка в атаке уже двоекратное преимущество краснодарских волейболистов к середине первой партии что же есть все шансы но самое главное не расслабляться сейчас по динамовцам ну и наверняка не будут тратить силы кемеровчане тоже отдать эту партию с новыми силами начинать вторую бережко будет снова подавать у краснодарских волейболистов замена аскеров меняет юдина на позиции доигровщика вот в принципе у юдина с приемом то было все в порядке и реализовала свою атаку аскеров отличный прием для нильсона и калинин практически закрывает атаку нильсона суть бас на подаче у нас на подаче плестяще калинин доработал до конца в приеме перешков взял на себя инициативу есть неразбериха пока вот ощущения такие что кузбасс не заиграл в полную свою силу ащев 17 9 аскера в приеме нильсон и проходит его на сей раз атака побольше закрыли линию сейчас нильсону краснодарский блокирующие по диагонали результативно но от леворукий нападающий конечно ему в данный момент в данной расстановке при атаке из первой там ежедневной стороной зоны конечно выкручивать по диагонали наверно гораздо удобнее нежели крутить по линии поэтому предыдущие его таки не закрывали но смягчали как минимум бурцев выходил на подачу вместо порошина 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 обратно возвращается на площадку но уже выступает вместо либера гений галатов там защищается штокер галатов здорово принимает нильсон вот теперь уже поверх лока атакует не прихватили может быть и ввели корректировки в атаке кемеровские волейболисты макаров будет подавать 11 18 бережко на штокер передача и блокирует атаку штокер андре вместе с щербаковым 12 18 готовы они были к такому повороту событий прекрасно знают что марлон обладает возможности такой пасовать дальний край дальнему нападающему штокер ошибается макаров 13 18 вот и полетели свои ошибки кривец будет доигровка у кузбасса нильсон до зеленков защите калинин отлично играет штокер еще одна доигровка снова штокер и попадает площадку девятнадцать тринадцать калинин концовки усиливает подачу касания верхнего троса александра кривца защитные действия калинина на то можно было разглядеть великолепные андре 14 19 стрелинков отличный прием снова штокер не ошибается перерыв берет хавьер обер при счете девятнадцать пятнадцать растеряли свое преимущество преимущество в принципе остается но вот эта концовка не хотелось бы чтобы перетекала плавно во вторую партию осознает это и главный наставник динамо динамо закончился тренерский тайм-аут на подаче андре не выцеливает он никого из игроков и защитников из принимающих краснодарского клуба на силу подает калинина на сей раз не ошибается денис калинин в приеме шестнадцать девятнадцать на близкий высший путь не выступил привет результативно двадцатая очка снили с этой расстановки сейчас замена у краснодара зимчонок выходит вместо марлана на блок кревец будет подавать у краснодара двадцать шестнадцать и снова сбитый прием андре на тройном блоке будет доигровка у краснодара зимчонок и касается мяч площадки вот реализовывает свой выход и зимчонок на блоке поучаствовал и в атаке двадцать первого очка зарабатывает на своей команды двадцать один шестнадцать полет вот и вот 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 но и Смягчили. Калинин пасует на Бережко. Скидка. И 22-е очко. Вот для Юры Бережко не обязательно сильно атаковать. В принципе, и в прошлой игре против Урала он заметил именно не силовой своей атакой, а вот какими-то такими хитро выдуманными скидками и отыгрышами от блока. Пожалуйста, сейчас реализовывать свою атаку, вынужденную такую, неудобную. 22-17. Ну и Матусевич опять же берет уже второй свой перерыв. Вроде вот, казалось, подобрались. Игроки Кузбасса снова опустили кучу своих ошибок. Кривец снова отправляется подавать. 22-16. Ну, более чем достаточное преимущество, чтобы доводить до логического завершения эту первую партию. Ну, в принципе, и не во всю силу вкладывается. Кривец на подачу. Может быть, распределяет. Или самостоятельно, или же с подсказки главного тренера. На всю игру, поскольку все может в этой игре случиться, может быть, и затяжным матчем. Игроки Кузбасса. 17-22. Белешко в приеме. Ащев в атаке. Макаров в защите. Щербаков будет пасовать. Нильсон. И проходит поверх блока. Прошу прощения, Порошин там. Пасовал на вторую зону для атаки Нильсана. 19-22. Игроки Кузбасса. Белешко. Штокер проходит его атака. Готовы были и блокирующие Кузбасса. Переместились они в четвертую зону. Но не смогли заблокировать. Практически сомкнулся блог. Порошин широко разводил руки. Но там больше линии все-таки попытались закрыть кемеровские волейболисты. И снова доигровка. Ну, теперь уже без вариантов для защитников. Атакует Юрий Берешко. Только буквально пару розыгрышей назад. Говорил я о том, что не было заметено в силовой манере в атаке Юрий Берешко. Сейчас ничего здорово атакует. Марлан. Аскеров ошибается. Сам же в приеме и допускает ошибку в атаке. 25-19 становится счет. В первой партии в лидерами уходят красударские волейболисты. Но перерывы на смену площадки. Вот у Штокра было всего лишь, наверное, 3 или 4 ошибки. Две. Блок. Угодил он. И дважды, наверное, ошибся в атаке. Вот великолепная скидка Юрию Берешко. Конечно, здесь... Это блестящее видение площадки. Конечно, здорово. А вот и блок, на который наткнулся Штокар. Перерыв. Играет музыка. Отлично! Ну и я знаю, что сегодня У нас самый активный колодейщик Он нужен подарок Он будет приносительный крем У вас партнер У нас есть тренинг У него будет крем У него будет крем У вас есть тренинг У вас есть тренинг У вас есть тренинг И наоборот На территории тренинг Итак, в последний день И я сейчас оставлю активную колодейщик Да и в целом в следующем Тренинг Продолжаем Выбудки А сейчас тоже немногие победители Ну что ж, готовы начать и вторую партию в сегодняшнем матче. Обе команды и возвращаемся на площадку. Краснодарские волейболисты одерживают вверх на старте матча в первой партии со счетом 25-19. 2-0 ведет Московская Динамо в игре с Приками. Газпром Губерния пока второй сет еще не закончен, но ведет Газпром Югра со счетом 24-20. И свой сетбол заработали игроки Сургута. Ну что ж, пока мяч у нас не в игре, есть статистика по первой партии 53%. Вот это фундаментальное такое действие в приеме у Краснодара. 42% реализованных атак, 33 раза атаковали краснодарские волейболисты. 45% в приеме у Кузбасса и всего лишь 31% в 32% атаках реализовали кемерские волейболисты. Два очка на блоке у Кузбасса и ни одного очка на блоке у Краснодара. Бережко, скидка. 2-0. 1-1. 1-1. Крюкет. Андре. Там в блоке поучаствовал и Марлон. Практически догнал отскок в защите от Штокера, не смог обработать Штокер-атаку Нильсона. Похвально то, что Марлон попытался. Калинин. Нильсон. 2-2. Ну, прежде всего, свои ошибки допускают красаварские волейболисты. Марлон сейчас не в темп. Пополосащиваем. Скидка. И реализует свою доигровку. Клуб из Кемерово. Ну, сразу же замена. Хабибуллин выходит вместо Марлона. Две ошибки допустил за бразильский связующий. Бережко. Штокер. По блоку. Вау. 3-3. Хабибуллин сам же на подаче. Неудобная расстановка у Кузбасса из четвертой зоны. Приходится Нильсону атаковать. Но вот в атаке будет Андре. Отыгрывается от блока. Готовы и были блокирующие Краснодара. Андре сам же на подачу. 4-3. Ошибается. Ну, для краснодарских принимающих это, в принципе, хорошо, что ошибается на подаче Андре, поскольку он затрудняет жизнь принимающим краснодарского Динамо. Динамо. Юрий Бережко. 4-4. Андре. Штокер на тройном блоке. Площадку. Кто же там соорудил блок? Юдин. Вышел он на старте второго сета. Больше, 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 больше! Щербаков и... Тоже пара остановки Нильсон там. Щербаков будет подавать. 5-4. И ошибка Щербакова так под линию попытался он пасовать. Ну, крайне неудобная для принимающих подача уходящая из площадки. Конечно, оценить правильно направление мяча, направление вот этой такой подачи. Всегда тяжело. Стараются принимающие реагировать на такой мяч. Но сейчас оценили краснодарские волейболисты по достоинству. Пропустили. Ну, там нож будет аут был. Довольно-таки большое. Калинин. Макаров на Юдина. И седьмое очко. Брейковая выигрывают кемеровчане. Ну что ж, вот и собрались. Гости. Ну и ошибки начали допускать краснодарские волейболисты. Нильсон. Ну, приходится в роли догоняющих. Несному клубу сейчас быть. Нильсон включил свою подачу. Юдин. И чехол накрывает его Ян Штокар. Один в один. Практически закрыл его. 6-7. Сам же на подачу. Краснодар. Краснодар не успевает. Первый темп. Доигровка у Краснодара. Калинин. Вот даже, в принципе, удобная была передача для атаки Нильсона. Ну, как отреагировали блокирующие Краснодарского Динамо. Вот на повторе здорово видно. Успел кривец подойти. Не стал отжиматься. Выпрыгнул. Это прям похвально. 7-7. Штокар. Ну, и хотя Нильсон там тоже был готов, конечно, атаковать. Атаковал сильно. 8-7. И лидерами уходят кемеровчане к первому техническому перерыву. Один-один. В борьбе между губернией и Газпромом выиграли шургутские волейболисты на губернии второй партии. Ну, и москвичи, конечно, диктуют свою игру. Тем более, они играют на домашней площадке против Прикамье. 13-11. Третья партия счет между этими командами. Истекло. Время технического перерыва. Игорь Юдин на подачу кемеровского кузбасса. Перешко. Калинин. Юдин сам же в защите. Нильсон в 4 пасует на Андре. И Андре тоже без сомнений каких-либо для себя атакует. И обводит пол, который, в принципе, ну, наверное, достаточно грамотный. там выстраивался. Не стал, правда, прыгать Марлон. Приняется Калинин. Штокар. Площадку. 8-9. Андре и фиксирует ошибку во второй передаче Сергея Макарова. 9-9. Порошин с Макаровым соорудили темповую атаку. 10-е очко заработали. Зеленков. Берешко. На одном блоке остался. 4 по 4 атакует. 10-10. Кривец. Ну, вот палочка-выручалочка для краснодарского Динамо. Ошибается. Ну, немного в аут. Отправляет мяч. Макаров будет у Кузбасса подавать. 11-10. Калинин. 4 на Берешко. Зеленков. Марвел не проходит снова его скидка, но не пользуется моментом Бьерна Андре. 11-11. Ну, вот, не увидим, наверное, творческую скидку больше в этом матче Марвел, поскольку дважды не получается никак у него совладать. Штокер на одном блоке. Андре в защите там располагался здорово. Но обработать крайне тяжело, конечно, такой мощнейший, мощнейший удар берет перерыв. Матусевич при счете 11-12. Вторые матчи пройдут уже завтра. Все те же самые пары встречаются вот в двухдневном таком марафоне волейбольном. Затем следующие игры будут уже на выезде. Будут проходить они 19-го апреля. и если же потребуются, то и 20-го. Это при условии трех побед не будет ни у той или ни у другой команды. А если будет и пятая игра, то пятая спецная игра будет уже снова на на площадке той команды, которая пришла по итогам чемпионата России на верхней строчке турнирной таблицы. Снова Андре на тройном блоке. Теперь по линии проходит его атака 12-12. Андре Блестяще сейчас действует на подаче. Здорово укоротил, подкрутил. И не либеришь пол. Там же еще из-за заслона не было его видно. Зеленков отличный прием. Штокер из-4 по линии Нильсон. И Щербаков вставили блок. 13-13. Непривычно, наверное, видеть такого не самого рослого блокирующего. Упил Щербаков 197 его просто играет первым темпом. Попадает и на сей раз штокер. 14-13. Вау, бережко. Вау, вот, наблюдаю за Сергеем Макаровым, который сейчас ведет игроку с бассом. В прошлом сезоне стал чемпионом России в составе Белгорода. Вот, Белгород, наверное, только поменял связу еще в этом сезоне. Здесь остальной состав практически остался неизменным. Ну, понятно дело, выиграть чемпионат России в прошлом году и в этом сезоне Лигу чемпионов, думаю, чемпионов, думаю, вряд ли, наверное, будут менять что-то. Белгородские наставники ошибаются и в атаке 16-14 становится счет. И снова некачественная передача была у Марлона, что-то казалось бы опытнейший связующий. Ну, так по-русски сказать, что-то мудрит «Топля» «Белгородская Ну что ж, заканчивается перерыв технический. На подаче будет Андрей Ащих и Краснодарского Динамо. На подаче будет Андрей Ащих. Меняет Юдина. Эту замену мы уже видели в прошлой партии. Ащих, Андрей в приеме, Нильсон не стал вкладываться в атаку. Между рук блокирующих, судя по всему, где-то проходит. Не дошел. Кривец. Вот и Калинин больше линии сейчас закрывал. На атаке Нильсона. Эйс. 16 очко зарабатывает для своей команды в подаче и Маркус Нильсон. Ну вот, что касается прошлой партии. Были ли Эйси в той или другой команды? Ошибается Нильсон. Махаров на Аскерова. Снова смягчают динамовцы. Штокар. Аскеров из глубины будет атаковать. Снова Штокар на одном блоке остается. И поверх его уже атакуют. Но уже с касанием блокирующих мяч отправляется в аут. 19-16. И Штокар сам же будет подавать. И ошибка у Штокара. Но тоже вкладывается сейчас этот диагональный. 17-19. Руслан Аскеров. Бережко в приеме. Первый темп. Но немного не хватило площадки Нильсону для того, чтобы поднять этот отскок. В принципе, успевал он до него добежать. Ну, вот, конечно, падать. Вариантов, наверное, не было. Сейчас Маркусу Нильсону. Калинин. Хороший прием. Андре. Тоже мощно атакует. Не успел Кривец дойти. Ну, хотя вот. Практически смягчил. Ну, судя по повтору, вообще такое, что... Попал в руки Марлону сейчас своей атакой Берантре. 18-20. Бурцев выходит на подачу. Помнится, да, как он выступал за Искру. И терзал принимающих Краснодарского Динамо. Калинин в приеме. Штокер на тройном блоке и в площадку попадает. 21-18. Три очка преимущества у Кузбасса. Привет. Андре. Отличный прием. Сам же в атаке. И блокирует Марлон. Судя по тому, как радуется этот связующий. Ну, передача была, конечно, быстрая. Она и подразумевает под собой как бы невысокую траекторию. Понятное дело, Андре пытался пройти через Марлона, поскольку, ну, для него конечно, неаргументированно так выглядит наверняка блок в лице бразильца. Ну, вот, увы, для него самого не получилось. И 22-18. Берет перерыв Матусевич. Расстановка, в принципе, у Кузбасса более чем хорошая. Андре в атаке на первой линии. Щербаков первым темпом и Нильсон. В принципе, четверо атакующих как раз по этой расстановке Аскеров может еще и Пайп сыграть. Пока вот сегодня незаметно было. Марлон сам же атакует, второе очко зарабатывает. Не получалось у него скидками расшатать оборону. Ну, вот, пожалуйста, блокировали результативное. И еще одна атака. И постеснялся. Ошибается кривец. 19-23. Кургузов выходит на подачу у Кузбасса. Ну, конечно, нужно усиливать. Конечно, Макаров не обладает силовой. Ну, то есть, он обладает, но не пользуется и... Перешко хороший прием. Сам же в атаке по линии. 24-19. Сетбол. У Краснодарского Динамо близкие они к победе. Во второй партии на подаче Марлан. Вышел на блок вместо Бережко Денис Зимчонок. Первый темп блокирует Краснодарская Динамо. Но вот сейчас все грамотно делает Андреа. 20-24. Сам же на подачу. Интересно, будет ли рисковать немецкий легионер Келли Раскал с Кузбасса. Рискует и ошибается. Ну что ж, 2-0 становится у нас счет в сегодняшнем матче. 25-20. Краснодар выигрывает во второй. партии. Вот Андреа более замечен из второй зоны, нежели из четвертой. Шокар в атаке. Короткая пауза. Грид, одна из четвертой. Спτιсм. Вы tehd only вам особенно нам rika Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и локомотивом и факелом в приеме нильсон зеленков защите отлично калинин курсов снова в приеме снова на нильсона скидка задержка мяча фиксирует арбитра дмитрий шестак появился у кемерова калинин штокер проходит его атака на тройном блоке по линии зашли атака мяча 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 Нильсон будет подавать. Справляются с приемом. Штокер. Мурцев в защите. Ковыряев на Нильсона. И проходит его атака. Сам же отличился в атаке. Хорошо подал. 5-9. Снова Нильсон. Зеленков хороший прием. Калинин на двойном блоке. И Марло уже остался в роли зрителя. Пасовал в дальнюю сторону, в длинную. По инерции остался за пределами площадки. 6-9. Снова Нильсон. И уже очко с подачи. Зарабатывают волейболисты Кузбасса. Перерыв берет Вебер. Конечно, растерять такое преимущество. Ну и хотя здорово подает Нильсон. Заслуга кемеровского Кузбасса сейчас налицо. Пакет. Покопробуем. Покопробуем. На подаче снова Маркус Нильсон. И снова результативная его подача. 8-9. Вот уже и минимальное преимущество краснодарского Динамо. Конечно, может и переломиться ситуация, но в условии, что выиграет Кузбасс сейчас эту партию. В принципе, все шансы у них есть. Счет сравнялся. Калинин ошибается в атаке, но отведенный немного мяч был от сетки. 9-9. И вот так на одной подаче проиграли. Настолько очков от государственного волейболиста. Зеленков просто вверх подбивает. Калинин. Блок. 10-9. И снимаются краснодарские волейболисты. С подачи Маркуса Нильсона. Сам вот защиты не смог он. Поднять атаку Александра Кривца первым темпом. Ян Штокар. Бурцев ошибся в приеме. Такое захватывающее, конечно, время, еще когда Марлен атакует. Ну, конечно, это издевательский, на мой взгляд. Ну, хотя по очкам выиграно. По большому счету, как оно выиграно, это уже вопрос другой. Сейчас везет уже и к Краснодару. 12-10. Ачко с подачи. Денис Матюсевич берет перерыв. Я смотрю, Константин Ушаков тоже присутствует на сегодняшнем матче. Наблюдает он за игрой. Поиграл он также в краснодарском «Динамо». Теперь является вторым тренером в женском волейбольном клубе «Динамо». Штокар. Ковыряев, отличный прием. Пайп. Не стал опускать руки. Александр Кривец. Наверное, единственный раз задействует игроков со второй линии. Тот и другой связующий, пока не были заметны они игрой. Пайп. Аскеров сам же будет атаковать. Ошибается. Попадает в сетку и опять наблюдаем мы, что убирают Марлона. С блоком Кривец. Калинин блокирует во второй зоне, во второй своей зоне, четвертой зоне соперника. Оспаривает решение арбитра. Сейчас волейболисты от Кузбасса. Вот есть видеоповтор, который, в принципе, все решит. Даже инспектор матча присутствует при просмотре видеоповтора. Мяч в площадке. 15-10 становится счет. Близок второй технический перерыв в третьей партии. На подаче Ян Штокар. Вот тоже он задержался на этой позиции. Бурцев. Нильсон. Марлон в приеме играет. Штокар результативно. 16-10 становится счет. Второй технический перерыв. Впереди Краснодар. Ну, думаю, вряд ли сейчас краснодарские волейболисты. Провалятся, как провалились на старте третьего сета. Ну, и есть кураж, который поймали сейчас динамовцы. в трейдере. Провалятся. Впереди снегу. И подчиняемся. Провалятся. Впереди снегу. Отличная просмотка. Ян Штокер будет снова подавать. Я знаю, что тоже линию принимающих потерзал диагонально Динамо ошибается после перерыва. Калинин в приеме, сам же в атаке, скидка не проходит Нильсан, Андре в защите хорошо. Не знаю, по волейбольному, наверное, неправильно сейчас вылетит движение, что ли. Конечно, Калинин здесь, может быть, не стоило ему сразу же играть, хотя добился результата, победителей не судят. Ну и похвальная работа Зеленкова в защите, здорово он играет, раскрылся этот волейболист в этом сезоне. Очень нравится мне его игра. 12-17. Дмитрий Шестак вернулся, Андре. Ошибается Шестак. 18-12. Кривец. Нильсон. На одном блоке на сей раз оставили его. Краснодарцы. 13-18. 18-18. Бордов будет пасовать, подавать. Ну и пасовать с него тоже, скорее всего. Площадку попадает. 4 по 4 Станислав Еремель. Хотели было оскорить решение арбитра. Волейболисты Кемерово. Ну вот главный тренер сделал им подсказку, дал им возможность не использовать. Видеоповтор. Ошибается Ковыряев и обратно замена Либера. Галатов занимает эту позицию. И очко запишут. Наверное, все-таки будет ошибка в приеме. По статистике, а не в результативной подаче у Марлона. Хотя, вот достаточно очков он сегодня заработал. Андре попадает. 15-20. И снова Андре. Калинин. Штокер. Высоченная передача. Ну и в принципе правильно. Здесь, конечно, не нужно ничего придумывать. Четвертую зону пасовать для атаки Яну Штокера. Яну Штокеру, наверное, все-таки не нужно быстро. Вот взвешенная передача. Поверх блока атакует чешский диагональный. Андре в приеме. Штокер же зарабатывает очко и на блоке. Ну, наведенная была передача на сетку. Конечно, там Штокеру не доставил никакого труда заблокировать. 22-15. Вот пока оценивал повтор, вышел Игорь Юдин обратно. Юдин ошибается в приеме. Тоже доводит на сетку. Перееме вперед Матусевич при счете 15-23. Ну, наверное, исход сегодняшнего матча, конечно, предрешен. Поскольку Краснодар в более так и выигрышной ситуации уже, в принципе, показал, что готов этот матч выигрывать. В принципе, все для этого, собственно, и есть. Счет позволяет. Тем более, осталось всего лишь два доигровочных мяча выиграть на подачу Старислав Еремин. Не дожидаясь ошибки соперника. Галатов прием. Первый темп. Аут. Вот и ошибка в атаке. У Кемерова матч-бол на подачу Старислава Еремина у Краснодарского Динамо. Галатов. Нильсон попадает в площадку. 16-24. Порошин. Трехновый у Кемерова Порошин. Трехновый у Кемерова в атаке. У Кемерова сегодняшней встречи между Краснодарским Динамо и Кемеровским Кузбассом в чьем собственно болельщик краснодарских волейболистов поздравляю. И давайте паклассируем на первую команду в сегодняшней лиду. Самые лучшие моменты сегодняшней игры. Кремец даже не прыгал на этот пайп. Заработал очко блоком. Веремин отлично атака. Много ошибок как раз-таки на повторах они у нас и есть ошибки Краснодарского прошу прощения Кемеровского Кузбасса. Ну что ж ждем всех завтра на второй встрече между Кузбассом и Краснодаром. Я вас матч сегодня комментировал Александр Леонтьев. До новых встреч. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ